Работаю почтальоном, хочу немного рассказать о наших повседневных реалиях. Зарплата почтальона складывается из заклада, умноженного на районный коэффициент, а также премии сетевых выплат, в которые входят продажи различных товаров клиентам, прием коммунальных платежей и другие услуги. С 1 января подняли МРОД и, казалось бы, зарплаты должны были вырасти, но оклады нам не подняли, поэтому в расчетных листах появилась строка «Доплата до МРОД». Как оказалось, эта доплата буквально съедает нашу премию и все выплаты за сетевые услуги, так как чем больше ты продаешь и чем больше премия, тем меньше доплата. Впрочем, на премии наши без смеха и не посмотришь. Мало того, что на премию не каждый месяц можно выйти, ведь она зависит не от конкретного человека, а от результата всего отдела, так ее еще и режут в половину за плохие оценки отделению, либо просто за их недостаточное количество этих оценок. Но дальше интереснее. С каждым годом на нас вешают все больше и больше предоставляемых услуг. Мало уже продажи всевозможных товаров, начиная от консервных банок до постельного белья, так теперь мы должны оформлять всевозможные страховки клиента. Конечно, их никто не хочет оформлять через почту, поэтому мы должны каждый месяц оформлять их сами на себя. Пока что руководство воздерживается от того, чтобы заставлять нас покупать продовольственные товары за невыполнение плана по их продаже, наверное, потому что мы начнем буквально работать за еду. Интересно, что при приеме на работу рассказывают, что можно значительно увеличить свою зарплату, если много торговать, но по факту ты убиваешь свое здоровье, таская тяжести, и не получаешь за это ничего. Чтобы хоть как-то пробиться свыше минимального размера оплаты труда, надо продать товаров на баснословные для нас 60 тысяч рублей. Почти нереальный уровень. Но руководство спокойно. Несмотря на то, что уже целые отделения писали заявления по собственному желанию, они всегда найдут желающих работать на таких условиях, ведь из альтернативы в наших краях красное и белое, магнит и пятерочка, где ты также будешь пахать с утра до вечера, только еще с возможностью получить штрафы к зарплате.